Тема, на которой я буду говорить, это тема о гостеприимстве. Мы живём на Кавказе, и на Кавказе гостеприимство занимает не последнее место, а может быть, даже и первое. Говорить о гостеприимстве нетрудно. Труднее быть гостеприимным, быть таковым, о чём мы будем сейчас размышлять. Я читаю Деяния Святых Апостолов, 21 глава, 16 стих. С нами шли и некоторые ученики из Кесарии, провожая нас к некоему давнему ученику Мнасану Кипрянину, у которого можно нам жить. Можно было нам жить. Мы именно об этой личности немного и поговорим. Мнасан. Жил он когда-то на Кипре, и Кипрянину назвали, и Павел Апостол, как некоторый комментатор говорит, не раз там был. Теперь он живёт в Иерусалиме, еврей по национальности. Имя его греческое, очень распространённое имя, и означает оно «помнящий и стремящийся». Ведь он хорошо помнил, что надо быть гостеприимным. Он Павла не только на Кипре встречал, но сейчас ему выпала такая великая честь встретить такого великого служителя, да со спутниками, не один. И у него можно было пожить. Надо свои дома так устраивать, чтобы в них можно было пожить. И братьям нашим, и сёстрам, которые приезжают. Некоторые имеют большие квартиры, а когда попросишь хотя бы парочку принять, «Да у меня даже матрасов нет лишних». А почему нет матрасов лишних? Ты что, заранее планируешь, чтобы никого не принять? Мне кажется, гостеприимство – это то, что приходит нам с момента возрождения, если мы были до этого не такими, потому что во Христе Иисусе мы созданы на добрые дела, которые Бог нам предназначил исполнять. Это наше служение. И причём служение ни разу. Это не то, что один раз покормил, один раз переспал, и на этом всё, конец. Это вся наша жизнь. И мы каждый день должны подтверждать эту истину. Вот этот Монасан был замечательный человек. В это время, когда апостол Павел заезжал к нему, это было его последнее, пятое миссионерское, так сказать, или пятое посещение Иерусалима. И на этом, можно сказать, закончилось служение апостола Павла как миссионера. Он здесь был арестован, он был здесь осуждён, он был направлен в Рим, и там он в заключении находился. И так его жизнь заканчивается. Друзья дорогие, если бы знал Монасан, что это последняя с ним встреча будет, а вот не зная ничего, он его принял, и не только его, но ещё сотрудников его, и, говорю, какая-то была радость для него. И он потом, наверное, всю жизнь вспоминал, что в последние дни именно принимал его апостола Павла и сотрудников, вот этот Монасан. Некоторые комментаторы говорят, что он был один из семидесяти учеников Иисуса Христа. Другие говорят, что он был одним из первых уверовавших в день сошествия Духа Святого. Но так или не иначе, Писание говорит, он был давний ученик. Он действительно был один из первых и оставил нам добрый пример, чтобы подражать и быть таким же гостеприимным. На это время он уже был, наверное, пожилой человек, в преклонных годах. Вот. Что говорит Писание о гостеприимстве? Очень много говорит. Вы знаете, апостол Павел в 11 главу, когда к евреям писал, он писал её о вере и говорил, что ещё мне сказать? Времени не достает, чтобы вам повествовать. И начал перечислять личности, Давида, Самуила, Иефая, Гедеона и так далее. Не достает времени. Чтобы нам всё посмотреть, Писание, всё о гостеприимстве, за эти полца мы никогда не сделаем. Это вы сделаете дома, когда будете читать Писание. Ну вот, первое из них написано. Первое послание апостола Петра, 4 глава, 9 стих. «Будьте странолюбивы друг ко другу». Без ропота. Мы иногда странолюбивы, а ропщим. Ай, ну зачем? Ну, лучше бы он к другому зашёл. А теперь я должен своё время бросить, теперь надо всё туда внимание уделить и так далее. Мы принимаем. Не всегда это говорим вслух, но внутренность, какой-то ропот нас сопровождает. Одна же сидели одни наши верующие, и звонок стук, и одна говорит, ай-яй-яй, это вот эта соседка идёт, я же сколько ей говорю, ты так часа не приходи. Но выходит точно соседка, ой, Маня, хорошо, что ты пришла, ой, а я тебя так ждала. А внутри ропот, а снаружи-то вроде слова такие хорошие. Я вот хочу обратить на внутреннее состояние, чтобы мы были странолюбивы друг ко другу. Вот мы все собрались здесь, чтобы мы друг ко другу были странолюбивы без ропота. Я такой отвлечённый пример один расскажу. Про дедушку одного. Заходит одна молодая сестричка в этот дом стучится, это у нас было в Сангаэте, все на работе. Но дедушка подошёл к двери, еле-еле слышно так топот медленный. Кто там? Ну, сестричка отвечает. Гости дедушка, свои пришли, открывай. А он в полголоса сам себе говорит, ну, слышно за дверью. Гости, вы дорогие, век бы вас не видать. Я не думаю, что мы так говорим. Нет-нет. Но мы так можем думать. Мы в словах говорим, ой, мань, хорошо, что ты пришла, а в сердце у нас до век бы вас не видать. Это грубое, но я хочу акцентирую, чтобы мы понимали, что гостеприимство, оно является полным, совершенным тогда, когда я не только внешне говорю, что как хорошо, что вы пришли, но я и внутренно таков, что у меня в самом себе нету никаких противоречий. И так далее. В послании к филиппийцам, в 12-й, я на перепутан, наверное, вторая глава, я написал 12-я, написано так, «В нужных святых принимайте участие, ревнуйте о страноприимстве». Оказывается, не только надо не роптать, чтобы наше внутреннее соответствовало гостеприимству, а надо ещё ревновать. Вы знаете, мудрость говорит, что ревность не ждёт, а ищет. Ревновать – это значит искать, где бы послужить друг другу, братьям, сёстрам и так далее. Это служение у нас может как бы ослабнуть при том условии, когда мы будем заниматься только самими собой, вот только устроить свой дом, чтобы у нас было всё хорошо, а про других мы можем забыть. Пришёл к одному раввину один человек и говорит, что за народ пошёл? Никто не ищет добра, никто не помогает друг другу. А раввин подвёл его к окну и говорит, «Посмотри, что ты видишь?» Ну, он говорит, вот видишь, идёт, вот стоит бедный, проходит богатый, даже в её сторону не смотрит. Раввин поворачивает его в другую комнатку и говорит, «Посмотри, здесь что ты видишь?» Подвёт его к зеркалу. Он, посмотри, говорит, себя вижу. Вот видишь, материал один и тот же, и там стекло, и здесь стекло. Но стоит вот это стекло добавить немножко серебра, как человек видит только себя. Когда мы видим только себя, когда мы заботимся только о себе, нам нет до гостеприимства. Мы всё думаем, это будет материальный ущерб. Пускай кто-то этим занимается, а я буду заниматься своим делом. В послании к евреям в 13 главе во 2 стихе мы читаем «Странолюбие, не забывайте, ибо через него некоторые, не зная, и все оказали гостеприимство ангелам». Это был Авраам. Это записано в 18 главе. Написано с 1 стиха, что он сидел в Дубраве-мамре при входе в шатёр во время зноя. Увидев трёх мужей, он побежал навстречу им и поклонился. Вы знаете, поклоняются тогда, когда как бы слагают свои доспехи и видят кто-то более превосходный. Вот такое отношение должно быть к гостям. Мы должны видеть, что это люди непростые, что это то, что послает нам Бог. У нас был такой служитель, он уже ушёл в Вечность, Михаил Петрович Кабанов. Когда мы к нему приходили, он совершал молитву такого содержания. «Господи, я благодарю Тебя, что Ты посетил мой дом в лице моих братьев». Несси и сёстры пришли в лице сестёр. Бог посетил, он поклонился, он принял их как от Бога. Он даже не знал, что это ангелы, это небожители пришли. И вот посмотрите, он что сделал? Побежал этим гостям навстречу. Мы часто убегаем от гостей, тогда как гостеприимный должен бежать к гостям. Он должен позвать их к себе, он должен свои условия предоставить для них. Это правильно, нормальное положение. Вы сегодня говорили за Лидию. Вы знаете, она тоже была очень такая гостеприимная. Она могла приглашать, и не только приглашать, она даже написано «убедила нас». Вот как нужно приглашать, чтобы убедить зайти в дом её и разделить трапезу и так далее. И вот Авраам убедительно слово сказал. Бежал к гостям, поклонился и говорит им, принесут для вас немного воды и омоют ноги ваши. Вы знаете, в Азербайджане есть такая традиция. Когда к ним приходишь в дом, то хозяин сразу жене глазами только сказал, она несёт таз и моет ноги гостю. И вот однажды пресвитер Ивановской церкви, Иван Васильевич Фатеев, он тоже ушёл в вечность, пришёл к своему другу древнему, с юности он его знал. Тот сразу жене намекнул, она сразу за тазик и воды несёт. По быть им ноги. Он говорит, я вцепился, и говорю, маме, я тебя умоляю, прошу, пусть она это не делает. Потому что, когда ты ко мне придёшь, моя жена этого не сделает. Я её не смогу ни убедить, ни заставить. Он такое даже словно, хоть стреляй, бесполезно. А тот ему говорит, да моей жене это же непросто. А он говорит, да дело не в твоей жене, а в моей жене, что моя жена тебе это сделать не сможет. Потому что мы так не научены. И думаю, ну, мы только в Писании читаем, на Востоке так делали. А у нас до сих пор так делают. Дорогих гостей встречают так, чтобы ноги помыть и так далее. Мы, когда сюда идём на общение, есть у нас один дом, куда мы приходим, нам не только ноги подаёт помыть, нам предлагают сразу душ. А нас восемь человек, и мы все восемь душ пройдём. Нас покормят, нас уложат, мы отдохнём, и даже всю ночь можем поспать. Хорошее гостеприимство. Вы знаете, так иногда говорят, вот этот дом очень гостеприимный, вот этот тоже неплохой, этот вот слабенький, 50 на 50 процентов. А к этим лучше и не заходи. Вот к какой категории мы относимся, давайте, чтобы во время этой беседы мы немножко подтянулись, и были гостеприимными друг к другу. Я думаю, в этом Господь прославится. Если Бог нам предназначил совершать эти добрые дела, гостеприимство – это доброе дело, то, я думаю, мы так и будем держаться этого пути. Потом Авраам говорит, отдохните под всем деревом. А я думаю, как под деревом отдохнуть, если там нет ни скамейки, ни стола, ни стаканчик воды не стоит. Видимо, у Авраама, раз он предложил под деревом отдохнуть, у него всё было устроено для того, чтобы принять странника, путника и так далее. А я принесу хлеба, и вы подкрепите сердца ваши. Но мы всегда говорим, вот сердце хорошо укреплять, там телёнка закололи, хлебца подали и так далее. Я думаю, что всё это на своём месте. Просто надо всё это поставить на свои места. Вы помните, написано в Писании, хорошо благодатью укреплять сердца. Вы знаете, когда я принял гостя, первое что, у меня внутреннее ликование, торжество, у меня идёт беседа. Написано, мы вместе с ним ели, это говорят апостолы, по воскресенью его, вместе с ним ели. Значит, когда мы приглашаем в гости кого-то, мы едим, у нас Слово Божие является основанием, чтобы мы какие-то вопросы... Вот пришли, представьте, небожители, хотя он не знал, это были три ангела, и он. А кто был такой Авраам? Простой человек? Ничего подобного. Он, когда искал место для того, чтобы похоронить жену свою, к нему обратились эти богатые люди. «Послушай нас, господин наш!» Он для них был очень большим авторитетом. «Ты князь Божий посреди нас!» И вы представляете, князь Божий сидит, угощает этих ангелов, и о чём попало говорит? Да не может быть такого! Человек, в чём сердце наполнено Божьей благодатью, его почему назвали князем Божьим? Потому что он только Божье Слово говорит. Он единственный был великий человек, который говорил о Боге всем окружающим. Там язычество, никто Бога не знает. И они поняли, что это князь Божий. И вот князь Божий принял ангелов, небожителей. О чём они говорили? Они говорили о божественном. Они везде видели величие Божие. Вчера вот в конце собрания оркестр симфонический проиграл великий Бог, когда на мир смотрю я. Вы представляете, у меня всё внутри поднялось. Я стал понимать, какой он великий. Нет в мире ни одного произведения, которого показала, какая там страна велика или какой президент великий. Но здесь величие Божие, оно захватывало своими аккордами, своей глубиною. Я вышел сразу, руку поднял, говорю, отлично, друзья, отлично вы всё сыграли, превосходно. И вот это о величии Божьем мы должны всегда говорить и за столом, как это делали апостолы, и приглашая гостей. У нас есть возможность теперь в этом общении открыться друг для друга и говорить о божественном. Вот это говорит, зайдите, укрепите сердца ваши. Жертва общительности – это та жертва, которой Бог угодно. И в этой общительности укрепляются наши сердца. А шашлычки за след. Они потом придут для нашего желудка, для нашего тела, окормить телочек и всё остальное. Поэтому будем не забывать, что при гостеприимстве важный элемент – дать возможность сердцу окрепнуть. А может, я пришёл путник, который горем убитый или что-то трудное такое пережил. Так вот, в этом застоле ты обязан, как принимающих гостей, обеспечить Бога присутствие. И вот это божественное должно быть у нас в основе. Авраам не только был сам гостеприимный, он задействовал всех вокруг себя. И жена сразу примкнула, и отрок тут же прибежал и стал готовить эту всю пищу, а там уже всё – и масло, и молоко, и телёнка приготовленная, всё поставил пред ними, а сам стоял. У нас у братьев весь такое выражение, говорит, стремянку принесите. Я сейчас расскажу, что это за стремянка. Был такой случай, ну, муж был неверующий, жена была верующей, вот он принимал гостей у себя, а жена забыла кое-что на стол подать. А он кричит ей, принеси стремянку. Она говорит, слушай, неудобно, люди гостят, и, говорит, стремянку, ну, лестница вот так раскладывается. Ну, принесла. А теперь, говорит, залази на неё. Ну, пришлось бедной женщине лезть туда. Теперь, говорит, посмотри, что ты забыла. Она говорит, ай, соль забыл. Ну, говорит, иди, спускайся, неси соль. И вот когда что-то у нас на стол не подают, мы говорим, стремянку принесите, чтобы с высоты было видно. Чтобы видно было, всё ли подали. Ничего не забыли. И стоит, чтобы на каждую секунду он готов был исполнить любое их повеление или просьбу, что вот это нам надо, вот это нам надо. А в рам стоял. Я вот когда сижу, я пользуюсь не сахаром, а сахарином. А он стоит на столе, ну, стоит за хлебом. Маленькая хлебница, его не видно, потому что я сижу. Я говорю, слушайте, ну, опять вы забыли подать. Да вон стоит. Где? Я встал точно, вижу там. Стоя лучше видно. Поэтому будем гостеприимными такими, как Авраам, чтобы стоять, чтобы всё видеть, всё ли на столе и всё ли хорошо. Да. Со стороны Авраама это был очень благородный поступок. Я в словаре посмотрю, что такое означает слово «благородный». Это высоконравственный, самоотверженный, честный, открытый. Я посетил своего товарища, он уехал с Азербайджана, живёт в другом месте. Он меня пригласил в гости после собрания. Ну, я смотрю, мясо приготовил, целую сковороду, хорошо, всё вкусно. И говорит, Павел, будь как в гостях. Это, да, будь как дома. А я мысленно продолжаю, ну, не забывай, что ты в гостях. А слышу, он совсем другой говорит. Он говорит, и забудь, что ты в гостях. Значит, полный текст так. Будьте как дома, и забудьте, что вы в гостях. Мы должны так принять, чтобы себя, гость не чувствовал, что он здесь лишний, что он здесь гость, ему надо скоро встать и уходить. Будь как дома, и забудь, что ты в гостях. Вот эти барьеры мы должны все сломать своим таким ярким гостеприимством, расположением духа. И он это сразу почувствует. И посмотрите, как сердце наше будет укрепляться, как всё станет на свои места. От гостеприимства никто из нас не освобождён. Вот служители, когда руку полагают, там сразу качество перечисляют. Это первый посланник Тимофей, 3 глава, и Титу, 1 глава. Но епископ должен быть, и перечисляются все качества. Вот одно из них, странолюбив. То есть епископ должен быть странолюбив. Значит, первый странолюбивый, это вот здесь все, которые сидят, и я тоже вместе с ними, мы должны всегда подавать образец. Это не освобождается ни один член церкви. Мы все в этом, так сказать, завязаны в этом общее гостеприимство. Гостеприимство – это проявление любви на деле. Если ты не любишь гостей, что ты на деле можешь показать? Кислый вид свой, и он будет искать возможности, чтобы покинуть этот дом скорее. Но это проявление любви на деле. Даже в притчах мы читаем о врагах. Если голоден враг твой, накорми его хлебом. И если он жаждет, напой его водой. А Христос говорит в Евангелии Матфея 10 глава. Кто принимает вас, меня принимает. И кто напоит одного из малых сих, только чашу холодной воды не потеряет награды своей. Кто принимает вас? Вот мы приняли кого-то. Христос говорит – меня принимаете. Вы чувствуете? Мы, даже не обращая на это особо внимания, но мы принимаем уже не ангелов, тех троих, которых принял Авраам. Мы принимаем самого Господа. Он так сказал. И мы не вправе не верить Его слову, что принимаете меня. Я хочу несколько моментов из Писания привести. Вот и Афор. Моисей убежал с Египта. Подходит, девчата идут напоить своих овец. Ну, пришли мужчины, пастухи, разогнали всех. Моисей заступился. Но они пришли домой так рано. Отец спрашивает. Они говорят, какой-то египтянин за нас заступился. Посмотрите, что он говорит. Где же он? Зачем вы его оставили? Позовите его, и пусть он ест хлеб. Вот это гостеприимный дух. Где он? Позовите его. Мы должны звать гостей. Иногда говорят, братцы, кто примет? Все руки опущены. Почему-то мы думаем, пускай кто-то поднимет руку, а меня, может быть, как-то пронесёт, и без меня обойдутся. А вот давайте вспомним старика Гаваонского, который принял Левита на ночлег Гиви Вениаминовой. Старик сказал Левиту, будь спокоен, весь недостаток твой на мне, только не ночуй на улице. И ввёл его в дом свой, и дал корму слам. А сам, а сами они омыли ноги свои, и ели, и пили. Весь недостаток твой на мне. Вот мы иногда не приглашаем, потому что думают расход, это ущерб материальный, и всё остальное. А это дедушка говорил, весь ущерб твой на мне. Или всё, что недостаёт, это будет на мне. Санамитянка, четвёртая книга царств. Эта богатая женщина упросила Елисея Пророка к себе есть хлеба. Вот это гостеприимство. Не просто, хочешь, может, к нам пойти? Она стала просить, иди к нам, иди ко мне. А потом, она даже ему горницу построила, она туда поставила и стол, и стул, и светильник, и лежанку, кровать, всё туда поставила. Вы знаете, я когда переехал в насосную Сумгейту, ну это тоже считается городом Сумгейту, только посёлок. Первое, что мы отремонтируем в нашем доме, это братскую комнату. Она до сих пор называется братской комнатой. И после пожара мы её отремонтировали, поставили туда два кресла, кровати, там есть литература, там всё есть для того, чтобы путники наши, братья в поездках, которые всегда совершают служение, они имели там и словари, и энциклопедии, и симфонии, и всё, что нужно для того, чтобы подготовиться к пропаде. Я был в одной стране, меня пригласили после собрания в гости, пришёл, и сразу извините, извините, мы шесть часов только ужинаем, и вот мы готовим, вот муж и жена, молодая пара, и у нас ничего покушать нету. И так вот посидели, поговорили, а я сам себе думаю, о чём они интересно пригласили. Оказывается, они хотели в Азербайджан передать коробочку шоколад для нуждающихся, а вот то, что брат рядом здесь голодный, даже на это не посмотрели, положили меня спать. И прошло несколько лет, я слышу рассказ, что я тоже был в этой стране, и один рассказ, вот меня тоже так вот словесно покормили, уложили голодного, а я им говорю, я тоже был в этом доме, я сказал о некоторых приметах в этом году, точно, точно этот дом. Оказывается, такая традиция, такое гостеприимство, это уже, я не знаю, это уже не странное приимство, а странное гостеприимство. Его по-другому просто не знаешь, раз ты пригласил, уж покорми. Посмотрите, что Иов говорит, не говорили ли люди шатра моего, ой, если бы мы от мяса его не насытились, странник не ночевал на улице, двери мои я отворял прохожему. Вот мы уже говорили за Лидию, она не только просила, она убедила. Вот гостеприимный человек, какой поворот в ее жизни случился от того, что она уверила во Христа Иисуса. Гостеприимство, да, это результат нашего спасения. Это результат. Гостеприимство – это проявление любви и доброты, ревности, доброго расположения сердца. Это отсутствие ропота. Это то, что прилично святым. Гостеприимный – это тот, кто открывает двери свои прохожему подобно Иову. Кто бежит навстречу гостю подобно Аврааму. Тот, кто может упросить к себе в гости подобно Санамитянке. Тот, кто может убедить подобно Лидии. Тот, кто готов понести издержки, говоря, подобно тому старику Гаваонскому, весь недостаток твой на мне. Тот, кто не ищет выгоды, кто не ропщет, кто щедрый, кто не скупой. Гостеприимство – это радушие, безмездный прием гостей и странников. Это очень хорошее качество человека. Не забудем, что на нас глядят десятки тысяч глаз. Пусть как хрусталь прозрачной будет совесть, пусть вера будет твердой, как алмаз, и доброта напишет жизни повесть. Я в заключение приведу сегодня пример. Это был русский царь Александр. На Рождество 25 декабря он решил посетить одно из своих поместьй и узнать, как живут люди, есть ли у них доброта. Он приехал в это поместье переодетым в одежду простого крестьянского работника. Вот он прошел по рыночной площади, беседует с людьми, узнает, как они живут и так далее. Проголодался, купил пирожки, поел, увидел бедного мальчика и думает, я ему помогу. Полез в карман, а в кармане не гроша. Его обокрали, он даже и не заметил этого. Ну, походил еще, поговорил с людьми уже к вечеру, а 25 декабря холодно. Решил попроситься в один дом, чтобы погреться. Ну и постучался, попал к одной барыне богатой. Она его, конечно, не пустила. Ну что она? Она такой высокий человек, а пришел простой крестьянский работник. Он в другой дом, в третий, четвертый, пятый, никто его не принимает. И вдруг на краю села там один его принял, и не только принял, покормил, предложил ночлег ему. Ну, познакомились, как зовут тебя, говорит Иван, а тебя как? А меня, говорит Александр. Но тот же не знает, что это царь в ее доме. И этот Александр всю ночь беседовал с ним, из Евангелия читал ему о Рождестве и так далее. Ну, с утра он ушел и так далее. Ровно через год, опять на 25 декабря, этот царь решил опять посетить это поместье. Но он уже не переодевался, он пришел во всем своем царском облачении. И когда он сказал, что я год назад был у вас, чтобы узнать о вашей доброте, но вы меня не приняли. Ему стали говорить, как не приняли? Мы тебя даже не видели. Когда ты был у нас? Он говорит, я вот в этот дом заходил, меня не приняли. Вот в этот. Он все дома перечислил. Меня только, говорит, Иван вот там на краю села. Теперь Иван вступил, царь сказал, да это у меня не было царя. Когда это было? А он говорит, а помнишь тебе, на 25 декабря приходил один Александр, вы с ним познакомились, до утра читали Евангелие, беседу, говорит, конечно, помню. А жена была в положении в это время, и когда этот царь переодетый ушел, через пару месяцев родился там, сыночек. И они его, так как Александр оставил доброе впечатление, назвали его Александром. И этот Иван теперь кричит, мы даже сына нашего назвали Александром. Мы любим, когда какие-то люди именитые к нам приехали, вот тогда мы гостеприимные. А вот когда простые, мы как-то не обращаем внимания, а Господь сказал, вот за этих простых Он сказал, кто принял одного из малых сих, тот принял меня. Я хочу вот это подчеркнуть, чтобы мы были очень такими гостеприимными. У меня в доме висит текст. И на нем написано, Христос, глава этого дома, невидимый гость за каждой трапезой и молчаливый слушатель всех наших бесед. Давид в вошелом салме говорит, сердце мое говорит от тебя. Вот на эту тему, что сердце мое говорит сегодня? Говорит ли она от Бога, что я должен быть гостеприимным, что я должен быть радушным, что я должен бежать навстречу гостям, а не убегать от них в сторону, а восьмой повезет, кто-то другой его примет и так далее. И все то, что вы услышали, да благосовит нас Господь ему за все слава, честь и хвала. Аминь. Аминь.